Меня зовут Роман. Меделю назад я еще был журналистом. Сейчас я служу в ССУ. Я обращаюсь к русским журналистам. Ваше молчание – это согласие с войной, которую развязал Путин. Вы принесли смерть в мою страну. Я очень либеральный человек. И я с ужасом понял, что сейчас мне нравится смотреть на смерть русских солдат. Я хочу их смерти. Вы напали на нас. Ваша страна раздинула пасть, чтобы проглотить Украину. Но в этот раз мы были готовы. И все, что у вас получилось с вашим открытым ртом – это пососать. Мы радостно убиваем ваших солдат. Они разлучили меня с семьей. У меня уже нет страха смерти. Его затмевает желание мести. Я знаю, что на мое место есть сотня желающих. У меня сто жизней. У вашего солдата одна. То, что делает Путин под ваше молчание, не забудется никогда. Тактика вашей русской армии прятаться за спинами женщин и детей – это не тактика, это позор. Вы вошли в историю как позорное государство. В сотни лет лучшие умы России приносили миру пользу. Литература, физика, химия, математика. Но за последние 10 лет вы просрали это все. Весь мир пытается вас избегать как проказу. Вы прокаженное государство. Ваш герб уже стал знаком позора. Вам уже стыдно смотреть на свои паспорта. Вы уже стыдитесь своей страны. Вас уже исключили из мирового спорта, бизнеса, политики, культуры из-за вашего президента. Вы остались одни. Даже Китай уточнил, что не является вашим союзником. Посмотрите на карте вокруг России. Там нет ни одного государства, как ваше. Россия – последний долбоеб на карте мира. На вас метка позора и гноя. Вы уже самая уебищная страна в мире. У вас не получилось создать государство, которое может дать миру что-то. Вы только отбираете. Ваше государство вышло из-под вашего контроля. Власть запрещает вам говорить, и вы молчите. Запрещает собираться вместе, и вы не собираетесь. Власть говорит, что вам думать, и вы это думаете. То, что сделал Путин при вашем молчаливом согласии, мы не забудем никогда. Весь мир будет напоминать вам об этом при каждой возможности. Вы никогда не сможете смыть этот пасон. Это ваше нынешнее. Но это только начало. Чем дольше вы молчите, тем больше людей в мире убеждается, что все Руссии с Путиным заодно, что вы одобряете его приказы убивать. У вас есть все шансы стать не только изолированным государством. В глазах каждого жителя планеты вы будете нацией-террористом. Символом позора, лжи, кровопролития и террора. Нацией-мемом. Нацией, которой не получилось. Failed nation. Над вами будут насмехаться старетья. Вы станете самой позорной нацией в мире. Нацией, которая сошла с ума и готова наносить увечья и себе, и другим. Это ваше будущее. Хотите его избежать? Повзрослейте, блядь, и верните себе контроль над вашим государством. Возьмите в руки себя. Возьмите в руки власть, которая вам и принадлежит. Приведите в чувство кремлевских дедов и баб. Ну, а вы реально failed nation. Идите в силу и разумеете. Слава Украине! Слаб, слава!